В течение 18-20 сентября в Киеве состоялся первый семинар по промышленному сотрудничеству между Украиной и Францией, где участниками с французской стороны были представители местного оборонно-промышленного комплекса, ассоциации оборонных предприятий Джекат и Минобороны. Кроме того, 28 сентября министр обороны Франции Себастьян Лекарню выполнил визит в Киев, где в частности встретился с главой Минобороны Рустемом Умеровым и другими чиновниками. В результате этих двух встреч на уровне представителей правительств и оборонного сектора Франция готова поставить Украине дополнительные объемы техники и вооружения, и запустить некоторые совместные проекты в сфере оборонной промышленности. В частности отмечается, что холдинг Киен Диес поставит Украине еще шесть дополнительных Сау Цезарь. При этом утверждается, что Киен Диес уже выполняет на нашей территории обслуживание ранее поставленных таких арт-систем. И также, что этот холдинг уже имеет соглашение с одной из украинских компаний про обеспечение технического обслуживания Сау Цезарь на долгосрочную перспективу на территорию Украины, включая производство запчастей на месте. В этом соглашении также учитываются АМХ-10, ранее поставленные для ВСУ. В то же время, компания Арквас как производитель бронеавтомобилей VAB намерена производить совместно с украинскими предприятиями комплектующие к этой бронетехнике, которые сейчас находятся в строю ВСУ. Компания СФА должна поставить для ВСУ 8 машин-паромов для инженерных войск, которые могут преодолевать водные препятствия. Кроме того, эта же компания уже получила контракт на поставку первых 8 дистанционно управляемых машин для разминирования. Интересно также, что французские оборонные компании также изъявили желание сотрудничать с украинскими производителями дронов или разворачивать свое производство БПЛА на нашей территории. Например, отмечается, что компания Дилер заключила новый контракт с Минобороны Украины на поставку дополнительных дронов, и также соглашение относительно технического обслуживания ранее поставленных беспилотников, и о создании условий для местного производства. Кроме того, французские компании Толес и Тюржи Галяр, как отмечается, заключили соглашение с неназванными украинскими производителями о совместных разработках по БПЛА с перспективой дальнейшего совместного производства.